Об этом рассказали на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Владимир Путин также попросил организационный комитет продумать ценовую политику билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов. Постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным. Этот вопрос надо решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка Конфедерации. Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. До начала заседания в Кремле руководители регионов-участников презентовали площадки, на которых будут проводиться футбольные матчи во время Чемпионата мира. Вениамин Кондратьев рассказал президенту, что стадион полностью готов к чемпионату. Футбольное поле, как отмечают все футболисты и тех команд, которые играют на нем на Кубке Конфедерации, это еще очень давно и в лучшем мире. И об этом они написали на своих страничках и еще написали, что в Сочи им задали праздник на Кубке Конфедерации. Они об этом очень благодарили волонтеров. Наши мальчишки-девчонки, полторы тысячи будут, значит, в мере футболу, готовы такой же праздник сделать в следующем году. И они уверены, что у них получится. Ну, он готов. Арена прошла испытания Кубком Конфедерации. Все замечания устранены. Реконструкция стадиона обошлась почти в 4 миллиарда рублей. И после реконструкции Фишт может принять до 45 тысяч болельщиков. По сути дела, нам там больших работ нет необходимости делать, потому что Сочи принимал Олимпийские игры. Там развитая инфраструктура, места размещения. У Краснодарского края еще есть задачи. Есть несколько баз проживания команд. Это Анапа, это сегодня Геленджик. Здесь, в общем-то, все в норме, но темпы нам хотелось, чтобы там были более активные. Но мы знаем способность края реализовывать эти задачи. Я думаю, что там тоже проблем не будет. Работы по строительству и реконструкции восьми тренировочных площадок. В местах размещения баз команд планируют закончить к апрелю следующего года. Очень важно, чтобы мы не только думали о том, чтобы сам стадион, как спортивное сооружение, были готовы к проведению Чемпионата мира по футболу 2018, но и, конечно, прилегающую территорию. Об этом тоже сказал президент. Чтобы не просто строительный объект сдали и забыли, а, конечно, прилегающую территорию, она должна быть благоустроена, она должна быть безмутрована, она должна быть красивой, она должна быть комфортной. Ну и, конечно, транспортная доступность стадиона тоже находится в зоне ответственности губернаторов. Во время Чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае в сутки будут курсировать 100 автобусов и 70 пар электропоездов «Ласточка».